Девушки отдыхают 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 Она силиконовая, она эластичная, она тянется, она подстраивается под форму тела. Мы фиксируем ее по периметру соска. Максимально симметрично. Прижимаем к телу. К манекену она липнет хуже, потому что она силиконовая, к телу она прилипает очень легко. И затем мы убираем аккуратненько верхнюю часть наклейки. Подтягиваем как бы грудь вверх и крепим верхнюю часть. И вот в таком виде производитель обещает нам немного подтянутую грудь. Как долго можно ходить с этим приспособлением? Производитель обещает до 6 часов, то есть вечеринку вы в этом должны выдержать. Но опыт показывает, что больше 4-х такие наклейки не держатся. Просто отклеиваются? Просто отклеиваются. Тогда давай приглашать скорее девушек. С твоего позволения, первую спросим Юлю. Давай. Юлечка, как вам? Кожу немножко стянуло, не знаю почему. И такие не очень приятные ощущения. Наверное, потому что вы что-то налепили? Налепили. Вы внешне себя не видите? Ну, Ромочка, может ты подойдешь? По-моему, ничего не изменилось. Ничего не изменилось? Ну, у Юли и так аккуратная, маленькая грудь была. Чего должно было измениться? Ты хотел, чтобы вот тут вот где-то она? Ну, я хотел, чтобы форма как-то подтянулась. А вот так вот, когда вы сверху смотрите, Юль, вам кажется, что-то изменилось? В принципе, я думаю, ничего особо не сильно не изменилось. Хорошо, тогда Таня. Она вроде бы подтянулась, но я боюсь, что после того, как я сниму это все дело, у меня там будут очень некрасивые полоски, то есть, на которые, если вдруг, это будет не очень красиво смотреться. Маша, я уже вижу, возникли кое-какие проблемы. Тогда мы идем к вам. Грудь тяжелая и держит плохо от эти наклейки. То есть, и фактически, если у вас крупная грудь, весь вес груди приходится на вот этот скотч, который тянет вашу кожу. И тут я вижу брак. Вот опустите ручки, вот опустите. Видите, вот у него топ на одной линии, а здесь уже вот наклеечка выглядывает. И в целом же мы видим, что наклеечка довольно объемная, и если топ действительно откровенный, если это какая-то форма декольте, то, к сожалению, она будет заметна. Сейчас мы еще увидим эксперимент, который мы провели. Девчонки у нас отправились в лунопарк, где они катались на машинках, ну и в целом по-разному развлекались. Веселились. И сейчас мы увидим, как вели себя эти наклейки в полевых испытаниях. Випробование на автодроме не с легких. Подивимось, чи вытримает его наш комплект наклеек на груди. Отже, начали. Девчата полностью отдалися кормованию и безтурботно насолоджаются аттракционом. Они разошлись и не на жар. Но что случилось? Сдается, кому совсем не комфортно. Вместо того, чтобы керовать авто, красуня пытается поддерживать груди, как-то поправить диво пристосование, что начали отклеиваться. Может, что-то из этого выйдет? Нет, даремно. Это однозначный провал. Випробование аттракционами наклейки не пройдет. Вот, оказывается, как все происходит на практике, когда приходится двигаться, разговаривать, шевелиться, ну, в общем, развлекаться. Особенно, когда разговариваешь. Дышишь же глубоко в этот момент. Значит, получается, что эти наклейки непрактичные. Прогулки, они не выдержат. Да, очень непрактичные. Непонятно, кому они могут подойти, потому что, действительно, малейшее движение плюс фактор жары, когда кожа становится влажной, скользкой, и наклейки моментально отлетают. Ну, получается, преимуществ у этого вида приспособлений для груди нет особых. Переходим к более тяжелой артиллерии. Есть у меня здесь такие очень красивые ажурные наклейки, которые крепятся под низ груди и должны грудь поддерживать снизу. Если сверху у нас натянуть грудь не получилось, может быть, снизу получится ее поддержать. Я раздаю девчонкам наклейки. Сейчас проверим. Они отправляются на примерку, а я пока покажу, как эти наклейки должны работать. Рома, девочки будут использовать эти наклейки без предыдущих? То есть те они снимут, а эти наденут, да? Предыдущие снимаем, эти используем. Наклейки эти тоже выпускаются в двух размерах. Первый до второго размера, они чуть поменьше. Это вот второй и выше. Очень аккуратно отклеиваем эту наклейку, потому что она на силиконовой основе и может деформироваться. Если вы резко дернете, либо у вас длинные ногти, и вы не справитесь с управлением, то вы можете потерять эту наклейку. Она, к сожалению, тоже одноразовая. То есть мы сначала фиксируем одну половинку, приподнимая грудь, как бы поддерживаем ее, моделируем форму бюстгальтера. И в зависимости от того, какая форма декольте, вы можете менять угол наклона. Вы можете приподнимать грудь вверх, либо как бы присобирать ее немного с боков. И после того, как у нас надежно зафиксирована одна половинка, мы отдираем вторую половинку наклейки и фиксируем ее вот так. То есть мы как бы моделируем форму бюстгальтера. Кстати, вот это приспособление рекомендуют многие стилисты, девушкам, у которых несимметричная грудь. Сильно вы ее не поднимете, но хотя бы сделайте одинаковой. Но стоит ли их использовать, мы сейчас узнаем. Девчонки уже готовы. Юля, Таня, Маша, выходите. Так, кажется, ситуация все-таки изменилась. Юля даже как-то довольно улыбается. Да, Юлечка? Есть эффект. Для изящной Юлиной груди это, по-моему, прекрасное подспорье. Да, и то, о чем я говорил, замечательно смоделирована форма. Юлечка, а насколько тяжело было тебе вот эту накладку крепить? В принципе, легко. Легко? Да. И что тебе больше понравился, предыдущий вариант или этот? Этот, конечно. Хорошо, теперь Танюша. Танечка, как твои впечатления? Мне совершенно не нравится, потому что грудь у меня какая-то раздавленная и очень неудобно одевать, потому что из-за силиконовой вот этой вот наклейки она очень быстро склеивается. То есть буквально неправильный какой-то элемент и все, и она уже испорчена. Ромочка, а как твои впечатления? Форма действительно стала немного сплюснута, и мы отмечаем, что просвечиваются складки через стопы, это, к сожалению, недопустимо в данном случае. Ну, это связано с тем, что именно такая накладка не подходит Таниной груди, да? То есть мы определили, что для компактной груди, да, это допустимо, это хорошо, чем больше грудь, тем больше проблем возникает с вот этими накладками. Давайте у Машеньки посмотрим результат. Маша, как впечатление? Отвратительно, еще хуже, чем в предыдущий раз, потому что грудь не держит, и мне не нравится форма. Тебе тяжело было наклеивать и это тоже, да? Наклеивать, да, неудобно было. Мы видим, что эти наклейки не очень удобно использовать, но мы не остановились на этом, мы провели еще один полевой эксперимент, отправили девчонок на пикник, где они играли в фрисбе и всячески развлекались. Как себе велите наклейки, сейчас увидим. Отже, пикник. Девчата тестуют ажурные наклейки. Пока сидят спокойно, но в одних из них, даже без зайвых рухов, уже начались проблемы с грудьми. Те же время в игре в фрисбе. Те, может, только ей не счастливало. Но, что мы видим, другая пара наклейок тоже дала про себя знать. Девчата смеются, но вряд ли они так рады, как бы наклейки отклеились, например, на увидение. Тоже, красуне ставим пятерку, а вот ажурным наклейкам справедливый нуль. Ну, действительно, ничем не лучше предыдущего, Рома. Может быть, нам поможет практически старый способ вот такие вот силиконовые глазки. Я отправляю девчонок на примерку. Так, это тебе. Они все одного размера, Рома? Нет, они все разного размера, они соответствуют размеру бюстгальтера. Несите грудь, девочки. Потрогай их просто. Вот они такие очень-очень гладкие. Такой липкий силикон. А, так реально вот прилипает. Да, крепко. Но, когда кожа начинает потеть, а под силиконом она в любом случае рано или поздно начнет потеть, то лучше их снять, протереть кожу сухой салфеткой, протереть их салфеткой и налепить по новой. И здесь очень удобно сделано. Он состоит из двух половинок, которые разъединяются. Вы крепите каждую половинку на свою грудь в том положении, в котором удобно. Затем вы соединяете, таким образом получается эффект пушапа. Грудь собирается в кучку и образуется такая эротичная ложбинка. Ну, сейчас, пожалуй, самая интересная часть нашего эксперимента. Появляйтесь. Поскольку больше всего претензий к тем приспособлениям, которые мы сегодня испытываем, было у Маши, я хочу с нее начать. Машенька, ну как, наконец-то? Хорошо. Супер. Тебе правда понравилось? Да, удобно очень. Так. Грудь держит, мне нравится форма. Танюш, рассказывай. Нет, мне вообще не нравится. Я стою и поддерживаю ее для того, чтобы она сейчас не отпала просто. То есть тебе больше всего понравился второй вариант, да? Первый. Юля, как дела? Ну, я чувствую, что грудь немножко увеличилась, и в принципе мне нравится. Хорошо. Это лучший вариант, чем первый и второй. Насколько тебе комфортно было крепить эту капу? Не сложно. Ну, не боюсь, что она спадет со временем. А, это как раз мы сейчас и будем проверять. Но смотрите, какая картина получается. Значит, у Маши ей больше всего понравился третий вариант. Танюше больше всего понравился первый вариант. И Юле больше всего понравился второй вариант. То есть, получается, у нас три девушки и три выбора. И какие мы можем сделать из этого вывода? Если у вас не очень крупная грудь, и вы хотите смоделировать форму, вам лучше всего подойдут вот такие накладки, которые приподнимут грудь и немножечко скорректируют ее форму. Если у вас основная задача поддержать грудь, поднять ее, при этом не меняя форму, если грудь красивая большой формы, то вам больше подойдут вот такие наклейки, которые крепятся выше соска, и как бы подтягивают его вверх. И если у вас достаточно крупная грудь, и вы хотите создать легкий эффект пушапа, вам лучше всего подойдут вот такие капы. Мне кажется, что все-таки у девчонок к каждому из этих приспособлений были определенные претензии. То есть, идеальным вариантом пока ничего назвать невозможно. Мы видим, что несмотря на первичный результат и первый, второй варианты, про третий еще ничего не могу сказать, не прошли полевые испытания. То есть, в жару они очень быстро и легко отклеиваются. И сейчас, пожалуй, самый ответственный момент. Полевые испытания для силиконовой капы, для груди, которые проведет танцор и истинный ценитель женской красоты Сергей Вакян. Встречайте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ты же наблюдал за тем, что происходило здесь у нас? Конечно, наблюдал. А как ты думаешь, какой вариант приспособлений для женской груди самый лучший, по-твоему? Я ценитель естественной красоты. Какой бы из девушек ты выбрал себе в партнерши по танцам? Юлечку, Танюшу или Машу? А можно всех? Я так и знала. Ох, Авакян. Я выбирать не люблю просто. Ну, раз всех, значит всех. Мы сейчас проведем полевые испытания для этого приспособления. Силиконовые накладки для груди. Да, испытания танцем. Совершенно верно. Сперва, девчонки, Сергей покажет вам движения, которые вы должны будете повторить для того, чтобы ваша грудь испытала определенные нагрузки. Ну, вернее, приспособления для груди. Потом вы повторите это движение, и мы с вами увидим результат. Да, Сереж? Да. Я очень люблю, когда девушка умеет танцевать и именно красиво двигаться. И двигать частями тела, которыми она гордится и которыми я горжусь. Вот. Поэтому сейчас связочка будет непростая, но с интересными акцентами. Хорошо? Получается раз, два и три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. То есть акценты хочу. Хорошо? Семь и восемь. Точка. И отсюда шаг правой ногой в правую сторону. И раз, два. Хорошо? Ничего себе, Сережа. Точка. Это сложно. Это ничего сложного тут нету. Раз и точка. Потом следующее движение. Раз и два. Я вижу, Сергей, что появился еще один ученик у тебя. Это Роман Медный. Посмотрим, как это у вас получится. Маленькая стеяточка. Справитесь, девочки? Можно попробовать под музыку сначала, посмотри, как это будет выглядеть? Ну, тогда маэстро музыку. Первый сошел с дистанции, второй сошел с дистанции. Ну как, порядок? А вы, смотрю, до упора просто, Маша. У нас уже первая потеря. Да. А что случилось, Тань? Она просто полностью отпала, и я поняла, что моя грудь немножко уйдет в другую сторону. У меня теперь стало не две груди, а четыре груди, и меня это не очень устраивает. Маша, а у тебя как там все держится? Отлично. Еще потанцуешь? Да. Юленька, все целое? Нет, оно снизу немножко начало отклеиваться. А ведь еще Сергей не показал своих самых страстных танцев, да, Сереж? Да, это вообще простая восьмерочка была на самом деле. Если в парус танцуем, то вряд ли что-то останется на вас. Значит, получается, если ты идешь на вечеринку, хочешь одеть вот такое вот приспособление, но понимаешь, что будут танцы, то лучше не рисковать. Смотри, тут еще такой фактор. У девчонок топ, который совсем не поддерживает тело, который наоборот тянет все это вниз. Если это одежда, которая хотя бы чуть-чуть поддерживает, то капа слетать не будет. Сереж, ну ты вот как мужчина, все-таки представь себе умозрительную ситуацию, что ты танцуешь с девушкой, и вдруг происходит вот такое, что с Танюшей. У нее есть шансы на продолжение вечера или сразу идти домой? Я думаю, нет. Что нет, Сереженька? Нету шансов. Нету шансов? Ну что, нам остается подвести итоги. Все эти приспособления не прошли полевых испытаний, которые мы для них устроили. Исходя из этого, все-таки в некоторых обстоятельствах от них придется отказаться, даже если это выглядит первоначально удобно. Вы должны понимать, что все наклейки на основе силикона в жару не очень хорошо держатся. Если у вас жирная кожа, либо вы склонны к обильному потоотделению, все три вида вот этой допфиксации, к сожалению, в вашем случае работать не будут. Что тогда ты посоветуешь? Если вы планируете активно двигаться, то лучше выберите либо вариант Анжелика, это довольно открытый бюстгальтер с широкой основой, которая обхватывает ребра и поддерживает таким образом грудь, либо все же наденьте бюстгальтер с бретельками, при этом бретельки могут быть украшены. Сейчас огромное количество бретелей, которые выглядят как бижутерия. А поскольку эти бретели, насколько я знаю, не очень-то дешевые, то я обратилась за помощью Колечке Волковой, нашей рукодельницы, и прямо сейчас она появится у меня в гостях для того, чтобы рассказать, как сделать красивые бретели для бюстгальтера в домашних условиях. А вас я благодарю за то, что согласились нам помочь. Сергей, тебе отдельное спасибо за помощь. Оставайтесь у меня в гостях.